Привет, привет, Катя, подключайся. А, так, запрос на участие. Так, вроде я тебя запустила. Висишь у меня? Да, вижу. Так хочется тебя увидеть. Я уже так соскучилась вообще по реальным обнимашкам. Вообще это вот что-то. По-моему, из-за таких перетурбаций они не разобщат народ, а еще больше люди поймут, почувствуют, как одиноко в одиночестве. Кто хотел одиночества, поймут, как необходимо вот это вот душевное тепло не в передачках каких-то, да, через эфиры, а реальное, когда тебя реальная рука может взять там, да, за плечи и подергать, и сказать, эй, эй, друг. Так, что у тебя там не получается, да, присоединиться? Добрый вечер. Елена, Надя, вижу. Сейчас вот у нас... Можете попробовать, Катя, еще раз выйти и присоединиться? Да. Можете выйти и еще раз присоединиться? Сейчас не получается, подождем немножечко. Кто... Ну, Надежда, ты была, да, по-моему, вот на прошлой... Сейчас я Катю подключу. Екатерина Соболева, то есть здесь уже... Кто не слышал, да, вот эти... О, наконец-то, Катя, работала. Ну, сейчас, правда, сейчас очень много прямых эфиров идет и... Вестит... У меня сегодня Ватсап просто вылетает, ну, ощущение, что Фейсбук там что-то меняет, платформу какую-то очередную там нам хочет устроить какую-то прочистку. Ну, прямо телефон весь перегретый. Что там сейчас, какие волны передают через... Вообще, друзья, у меня рекомендация, мы по энергии еще будем разговаривать, ну, прямо уже сейчас. У кого есть возможность, у меня пока, допустим, нет возможности ни компьютер от себя убрать, ни телефоны. Я и засыпаю под какие-то лекции, просыпаюсь, что-то смотрю, делаю, то есть обложено, да, вот этими. Но вот у вас, если есть возможность, убирайте подальше, вот не спите, чтобы телефон лежал рядом с вами на подушке. На самом деле, волновые, вот эти электроволновые излучения, они очень мощно влияют. Так, Катя опять у меня исчезает. Катя исчезает. Катя. Слышим тебя. Пробуй еще раз. То есть хотим сейчас с Екатериной приветствовать наши вечерние посиделки. За чашечкой я себе не успела налить чашечку чая, потому что я с одного эфира на другой переключилась. Прямо тут у меня уже четвертый эфир за день. Но это нормально, с другой стороны, это классно, что есть возможность поработать активно. Так, Екатерина, все нормально, хорошо уже, да? Я уже вызывала даже мастера, он ко мне приходил, он мне все замерил, он сказал, что все прекрасно, что все великолепно. Но на самом деле перегруз, все признают, что просто перегруз, потому что все, как сумасшедшие, все сидят дома. И плюс все, естественно, пошли в онлайн, потому что иначе кушать-то надо, чтобы... Ну а как по-другому? Даже вот так вот посидеть, пообщаться, ну вот как? Вот сели сейчас и общаемся с вами. Кто с чашечкой чая? Ну, пока подключается, да, я представлю... Уже без чашечки чая. Да, я представлю Екатерину, Екатерина Соболева. Возможно, кто-то уже, читая мои посты, что на моем основном аккаунте, что в выжимке, в марафон выжимка. Я частично, периодически упоминаю о ней, упоминаю о компании «Дноклад». Екатерина сейчас находится в Новосибирске, у нее сейчас 12 ночи уже, да, но как бы с ней, да, периодически смеемся. Где эти люди, которые успевают читать книжки, да, отмеживать тебе бока, да, играть в игрушки, им скучно. Что они делают? Работа просто 24 часа в сутки, и хочется и пообщаться с другой стороны, да. Но я сейчас максимально в процессе вот отдавания, ребята знают, да, спецкурс, который вот сейчас идет. Я не знаю, когда буду его повторять, конечно, сложновато. Многие не успевают даже информацию брать, читать, потому что, ну, у каждого сейчас свои нюансы, поэтому там на полторы недели будет больше, да, на запись, ребята там, да, не переживайте, кто идет, вот неделю прямо, да, запаздывает. И сегодня как раз вот Екатерина, да, прежде чем передам ей слово, хотелось бы что, подвести итог. Мы с вами провели неделю с копеечкой, и за эту неделю я выдала вам достаточной информации вот по тому фундаменту, по той основе, с которой мы с вами говорили, да, то есть это мы с вами прошли лимфатическую систему, межклеточное пространство, мы сейчас понимаем с вами уже осознанно, зачем нам, добрый вечер, зачем нам держать наше тело, то есть вот эту константу, постоянство среды, зачем оно должно быть, то есть особенно, да, вот это межклеточное пространство, чистоты, работа лимфатической системы, постоянство PH крови, то есть это наша жизнь или смерть, да, то есть для процессора это четко, смерть или жизнь, все. И вчера у нас паразитарка была такая, ну, сложная тема, конечно, я ее за час сделала, да, мы проговорили, но сложноватая все равно тема, главное, без переживаний, да, то есть мы все есть, так же, как электроизлучение, да, вот они, наши компьютеры, они построены рядом с нами, поэтому есть возможность, на ночь убирайте все телефоны подальше, многие даже отключают, ну, вообще полностью, вот даже вот из розеток вытаскивают, да, компьютеры, потому что небольшие волновые излучения все равно продолжают идти, если компьютер даже выключен, а розетка вставлена в сеть, то есть мы под мощным воздействием всего, то, что придумало человечество сейчас за последние сто с лишним лет, и дальше просто, ну, лучше не будет, то есть ближайшие цать лет с точки зрения химических, то есть синтетических обработок нас через воздух, воду, пищу, одежду, волновых вот этих всех, да, там 5G-технологии уже просто вошли, уже сейчас во всех деревнях их ставят под тихую дудку, пока мы тут чай пьем с вами вечерами, да, то есть дальше лучше не будет в плане вот этого момента, и поэтому только это все в наших руках, и вот подведя вот эти вот итоги, Татьяна Крут, я вот, Екатерина, ты видела, наверное, да, я в Телеграм включила тоже, в том числе, если будут какие-то вопросы, я Екатерину включила наш чат в Телеграм, поэтому вы можете там найти ее контакт, задавать ей там напрямую, или в чате задавайте вопросы, потому что ваш вопрос, возможно, витает вопросом у многих в головах, и Екатерина, отвечая на вас, ваш вопрос будет отвечать всем. А тема какая, да, то есть вот подведя вот эти вот итоги, то есть мы понимаем, что нам необходимы у кого-то разные нюансы, да, я им все время говорю, разный возрастной диапазон, разные нюансы уже со здоровьем, и мы понимаем, что мы, чтобы быстрее, скажем, да, привести себя в норму, необходимо подключать биологически активные добавки, да, тоже внутри группы у вас информация есть, что мы применяем в паразитарке, что мы применяем, что мы применяем для поддержания постоянной константы PH среды и так далее. Я Екатерину зову всегда, что у себя на основном аккаунте, что вот здесь в группе, чтобы она рассказала о вот этих вот патентах, которые компания запатентовала еще 14 лет назад, вы вошли на рынок как фармацевтическая компания, компания-производитель, и рассказала о тех препаратах, которые есть сейчас, у вас там есть лекарственные формы. И вот тромбовазим я, по-моему, в группе размещала, если не разместила, поправьте меня, пожалуйста, друзья, это мой косяк, да, это то, что я недавно выставляла у себя в Искате, делали прямой эфир, да, вот такой экстренный, наверное, да, и это как раз вот кто находится в группе риска по вязкости крови, по тромбообразованию, варикозное расширение вен, да, у вас уже есть, или вы часто болеете, и вирус там гриппа вас, ОРВИ накрывает два раза в год, то есть это уже такой звоночек, и сейчас Институт цитологии и генетики новосибирский, да, он рекомендует как в комплексной терапии применять тромбовазим как тромболитик, который не имеет побочных эффектов, и вот компания Екатерина выпускает на рынок раззавод-производитель, да, вы производите это лекарственный препарат, а также у вас много парафармацевтиков, да, ну и там различных БАДов, поэтому вот здесь хотелось бы подвести итог в плане, что мы с вами идем через рациональное питание, голодание и прочее, 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 но если выбор БАДов происходит, да, то в том числе мы должны понимать, что куда применяем и какой самый главный акцент в выборе компании должен быть. На сайте у ДНА-клаба тромбовазима нет, это отдельная, да, это торговая марка, производитель нет, то есть он продается в аптечных сетях, да, то есть, ну, выкупают фармпредставители, да, как называются компании, дистрибьюторы, да, ваши? Нельзя продавать дистанционно на сайте, потому что это лекарственный препарат. Да, лекарственный препарат, то есть выкупают дистрибьюторы, продажи через аптечную сеть и через эти, больницы, да, больницы у вас сейчас много уже выкупили, поэтому это я писала, да, вы к Екатерине напрямую пишите, и Екатерина уже, то есть скажете, что от макогоновая, ну, чтобы это было понимание. Да, 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 но это по тромбовазиму. И вот здесь вот, когда у вас выбор, вот так Яна Крутова писала о компании, да, паразитарные дел очистки, да, через нее, то есть когда вы делаете выбор в ту или иную сторону компании, выбора, неважно какого средства, да, пусть то будет лекарственная форма или биологически активное вещество, то нужно понимать, потому что производитель и производителю рознь. И я вот привожу просто всегда Екатерина, она директор по продажам в Российской Федерации, именно полностью, да, отвечает за рынок РФ, и я всегда привожу вот компанию Екатерины, как, ну, когда-нибудь я побываю на заводе, как, да, завод замкнутого цикла, как вот идеальное такое сочетание качества, когда ты можешь, ну, употребляя продукт фармакологической компании, причем для меня это тяжело, раньше так вот, чтобы я сказала, фармпрепараты, да, там и порекомендовала фарм какое-то лекарственное вещество, тогда, ну, я же натуралист, да, но сейчас вот ты понимаешь, что, да, и в аптеке у нас большая часть продается как раз БАДов и парафармацевтиков, потому что сейчас с лекарственными веществами все больше там глушат, ну, и качество, качество, да, то есть вот расскажи, почему, какой вот это вот ваше ноу-хау, я все время с этими, когда ты начинаешь электронные пучки, которые там разработали в Кольцово, то есть вы вместе с Кольцово, с учеными, с физиками, да, разрабатывали, здесь вы и с Вектором сотрудничаете, то есть это такие известные институты, Академгородок Новосибирский, он вообще славится, да, вот. Единственное в мире, кстати, институт, ой, в мире, господи, ну, да, вот мы недавно проходили лимфу, я приводила пример, что лимфатическая система – это белое пятно в медицине, и вот в Академгородке как раз институт лимфологии Новосибирский занимается, да, вот, очень мощным изучением в Российской Федерации нашей, ну, то есть с кем вы постоянно в контакте с врачами, да, там, изобретая то или иное патент, да, патентуя какие-то вот моменты. Передаю. Здравствуйте, давайте для начала просто поймем, кто-то уже, я смотрю, уже и трамповозим искал на сайте, то есть, в общем, в курсе и знакомы, да, или все-таки, ну, вообще, кто-то у нас будет пересматривать еще, да, поэтому ориентироваться будем на всех, чтобы вы понимали, что компания наша на рынке уже 15 лет, и производитель наш, все эти разработки, наработки, они вообще восходят еще историю к 80-м годам прошлого века, институт цитологии и генетики Новосибирского Академгородка, институт ядерной физики, вместе они находятся через дорогу, и они вместе объединились, где-то на перекурах, видимо, не иначе, решили, что можно объединить именно биологию, именно с физикой, и сделали вот эти вот, это соединение, то есть, суть в чем, что под пучком электронов, которые происходят в ускорителе, который сделал нам институт ядерной физики, нашивается на биологическую активную субстанцию, нашивается инертный носитель, такая шубка, и цель, то есть, когда попадает нам что-то в организм, агрессивная среда у нас во рту, там, потом в пищеводе, в желудке, естественно, сразу, как что попало, то организм на это нападает, потому что вдруг это что-то нехорошее, да, то есть, надо же еще разобраться, и, а вот этот инертный носитель, он почему и называется инертным, он инертен для организма, то есть, организм на него не реагирует, и вот эту биологическую активную субстанцию, которую нам нужно, он ее незаметно протаскивает совершенно безболезненно в целом виде, в неизменном виде протаскивает до желудка, и уже в желудке там уже вот эта соляная кислота растворяется, вот эта шубка инертная, да, и биологическая активная субстанция в непереваренном до этого всеми стадиями виде попадает непосредственно в кровоток, непосредственно в кровоток, то есть, по сути, препараты для перорального введения, то есть, таблетки, ну, капсул, они действуют как внутривенный препарат, то есть, у него механизм внутривенного введения, и поэтому у них в разы увеличивается эффективность в десятки раз, и плюс они гипоаллергенны, то есть, организм на них не реагирует. У нас в состав практически всех препаратов входят молоку лососевых рыб, и даже те, у кого дикая аллергия на рыбу, совершенно спокойно принимают наши препараты, даже, в общем, и не задумываясь о том, что там на самом деле не просто еще молоки, а в концентрированном очень виде. Вот, и вот фишка именно в технологии, то есть, это наша ключевая компетенция, и этим мы принципиально отличаемся от всего, что существует на рынке. Мы такие единственные, у нас технология запатентована, нам за эту технологию, именно за технологию, дали государственную премию, вот так, скромную, со вкусом. Плюс, конечно, у нас все наши изобретения, они все запатентованы, то есть у нас более ста патентов на изобретения, у нас работает огромное количество докторов, кандидатов в наук, мы работаем с разными институтами, в том числе с Томским институтом дни фармакологии, который на основании вот именно наших препаратов, на основании защищенных там докторских, кандидатов, диссертаций, больше 30, более 30 было защищено научных работ, переименован был в Томский институт фармакологии и регенеративной медицины. То есть именно у нас... То есть они именно проводили, ну, это вот клинические испытания, да? Да, ну, у БАДов, как таковых, клинических испытаний нет, называется клинические наблюдения. Клинические наблюдения, они уже 15 лет, то есть ровно с того момента, как начали это производить. Но, естественно, все положенные наблюдения всё равно были произведены на мышах, в том числе, в Виваре. То есть это всё абсолютно можно посмотреть, все документы почитать, что есть такие недоверчивые люди, которые надо всё своими глазами увидеть. Всё проверить, да. Кстати, вот я просто сейчас, ты сказала в Виваре, и я вспомнила, есть такие, ну, постоянно на мышах, исследуют, почему институт, Томский институт переделали, вот добавили вот это и регенерации, да? Потому что ты рассказывал как раз историю, что у вас были, ну, в лаборатории, не у вас понятно, да, то есть мышки вот эти, которые живут короткое, три года, да, по-моему, они максимум живут, или сколько? Нет, они живут 12 месяцев, это специальная лабораторная линия мышей выведена специально, то есть они живут 12, максимум 12 месяцев, для того, чтобы на них можно было быстрее все процессы исследовать, то есть они долго жили, какое-то лекарство, как оно влияет, когда-то, да, а надо быстро, поэтому специально вывели вот эту породу, которая стоит, кстати, памятник мышке, лабораторная есть в городке, в Новосибирском издонске, памятник мышке, и, ну, пожертвовавший жизнями, да, ради нашего благополучия. И мышки вот эти короткоживущие, они у нас в эксперименте прожили вместо 12, ну, максимум 18 месяцев, три с половиной года, и при том, что они к 18 месяцам, они, ну, 12-18, они уже облезшие, слепые, лапу, старческие, да, все старческие признаки, а эти мышки, они еще плодились и размножались, были прекрасны с собой, и все у них было великолепно, и на них упала стенка вивария зимой, то есть бульдозер снаружи чистил стенку и раздавил мышей. И это не анекдот, это реальная история. Вот, и после этого мне подарили тоже мышек, они жили у меня в кабинете, и там я их ни в стерильных, ни в лабораторных условиях просто кормила тем, что я ем сама, ну, то есть я беру капсулу и высыпала просто, допустим, что-то принимала, и периодически, бессистемно, высыпала им в кормушку, то есть открывала и высыпала. Их там три было мышки, вот, и нам подарили, когда у нас было 9 лет нашей компании, и Александр Михайлович Дегай приехал к нам, директор Томска бандемии фармакологии, приехал к нам, ну, регулярно, естественно, приезжал, через три года, когда нам исполнялось 12 лет, и задал мне вопрос, вообще зачем ты вот этих мышей, то есть понравились так наши мыши, что ты продолжаешь их заводить. Я говорю, извините меня, это еще те живые. И вот у него тут был шок прям культурный, то есть не в каких-то там обычная клетка, обычная вода из-под крана, еда из собачного магазина, то есть вот они там у меня жили три года, три года с лишним они у меня прожили, при том абсолютно нормальные, бегали, прыгали в колесе, там скакали, не облезли. То есть это вот как раз говорит о том, высокая биодоступность, да, натуральность, и вот это вот ваш патент, да, на вот это соединение, да, физическое с биоактивным веществом. Да, шивка, шивка биологически инертного вещества, биологически инертного вещества, смертным носителем, называется это Аксис-технология, и мышки-то прожили, в общем-то, не из-за технологий, не столько, да, из-за того, что наши препараты все нацелены на естественное восстановление, то есть вот Лена, как была бы всегда против фармацикологии и прочих фармацевтических препаратов, а здесь понятно, что это не было, потому что это клеточное питание, это абсолютно натуральные ингредиенты, у нас вообще нет химии, никакого. Как раз вот, да, почему я и, да, говорю, что потому что мне непривычно говорить фарм, да, при этом понимая, что химии нет никакой, да, и поэтому уже вот я вначале, ну, ты помнишь, да, все, когда еще 5 лет назад, да, мы с тобой познакомились на регате в Италии, абсолютно не знали друг друга, прошли регату, я даже не знала, там, ну, знала, что Екатерина что-то там, директор по продажам и все, и вот, ну, то есть компания что-то производит, да, там я понимала, там часть лекарственных препаратов, но как-то я не лезла, да, туда, но постепенно вот мои путешествия, и когда вот вы как спонсоры выступили, мы поехали на Памирский тракт, и я там именно тестила вот эти жетоны, обезвеживающие воду, да, для спецназа, который вы производите, и вот здесь я потихоньку начала читать и разворачиваться в сторону, вообще смотреть, а что это за компания такая, потому что настолько какие-то, ну, уникальные вещи, которые на самом деле, ну, и при том действенные. Ну, смотри, давай вот перейдем тогда, мы прошли с ребятами, с девочками, с мальчиками моими, да, любимыми, мы прошли лимфатическую систему, и ты как раз сказала, клеточное питание. Вот совсем недавно мы как раз, ну, чем мы занимаемся в течение недели, у нас и физика, и дыхание, и питание, и в голодание кто-то входит периодически, и мы понимаем, что у нас идет как раз вот уже понимание на чистке, чистка межклеточного вещества, лимфы, которая несет, да, на себе вот такой тоже определенный груз вывода токсических веществ, и, соответственно, клетки, да, самоочищение и поддержание желчной среды самой клетки. И, конечно же, когда мы все это дело чистим, нам нужно ее еще и напитать. Вот в том числе там паразитарная программа, да, или лимфодренажная программа, которая у нас есть уже в посту внутри группы. Я проговаривала, что обязательно употребляйте что-то, какие-то микро-макроэлементы, ну, какой-то там, да, компании, ну, в частности, да, я ДНА-клапа Екатерину, вот покажешь, какой есть препарат. Ребята уже, у меня девочки, мальчики, участники знают, что это есть четыре их основных элемента, которые щелочные, то есть они захватывают УАЖ, эту группу, да, кислородную с водородом, и перемещают, таким образом поддерживая константу ПАЖ крови, что очень важно, это кальций, это калий, это натрий и это магний, да, то есть если у нас этих элементов не хватает, то тело начинает забирать это из сердца, из сосудов, из костей, из нервной системы, из нервной ткани, да, и мы начинаем иметь с вами следствие, да, сердечно-судистые заболевания, нервные какие-то заболевания, заболевания остеопорозом, да, костей и прочее, прочее, то есть заболевания связаны с костной структурой, то есть это всего лишь следствие, и поэтому вот эти элементы, они должны быть, когда мы делаем ту или иную чистку, да, там весна или осень, обязательно дополняем свое питание, если мы уже прошли какие-то курсы, ну так случилось, антибиотиков, да, там еще что-то, то есть или переболели ОРВИ, тоже нужно обязательно организму дать эти элементы восполнить. Вот, Екатерина, если вот о таких, да, что есть, что включено, как работает гипаразитарно? Да, я хочу, сегодня, когда мы договаривались с Леной, да, она обозначила вашу тему, то, что вы изучаете, проходите, все, я пошла посмотреть, но я знаю, что у нас много чего есть интересного, но как-то вот так вот именно по элементам я как-то не до такой степени не лезла глубоко и на самом деле обнаружила, что как раз вот по запросу вашему, прям для вас, сделан препарат, на самом деле у него в составе как раз находятся натрий, кальций, магний и калий, то есть ровно все четыре элемента, которые вот вам нужны. Препарат называется Болион, он вот такой вот у нас в коробочке упакованный, 70 здесь капсул, и вот он как раз ровно тут еще бонусом идет витамин Д3, ну что важно, ну что важно, да, вообще говоря, вот это вот солевые капсулы, которые мы разработали для спецназа, то есть у нас же войны-то нету, ну как будто-то, да, но тем не менее все время все куда-то входят на задание, и Болион как раз, он был в виде сухого порошка, его растворяли в воде, когда вот уходили на спецзадание, там допустим только, ну вода, понятно, талая вода, она абсолютно дистиллированная, там нет ничего, и если ее долго пить, то будет отек, и вот у Лены, кстати, в группе на Алтае случилось, да, что все отекают, там это и проверяем, вот спецназ, естественно, раз они идут туда не на один день, то, конечно, каждый день изо дня в день, то в конце концов они все отечные, а отек – это же только внешнее проявление, внутри-то, представьте организму, что творится, если уже пошел внешний отек, вообще говоря, когда уже пошли внешние проявления, то это уже траву надо кричать, однозначно, и вот Болион был в виде сухих пакетиков, и они их растворяли в воде и пили, но потом мальчики просто взмолились, сказали, слушайте, это невозможно, невкусно, сделайте, чтобы можно было капсулу заглотить и запить, потому что, ну, представляете, соли же, да, все это соленое с водой, еще ароматизатор туда добавили, типа Юпи такой, знаете, натуральный апельсин, вытяжку из апельсина, и такой соленый апельсин было редко, наверное, сейчас это все компактно, вот именно вот так вот, так как мы компания-производитель, то есть мы сами придумываем, по запросу это можем делать, любой препарат сделать, вот, имеем эту возможность проверить, там, на мышках все прочее, потом все это зарегистрировать, запатентовать, произвести и продать, поэтому вот сделали капсулу, эти капсулы оказались очень востребованы для людей с физической нагрузкой, для спортсменов, у кого выводится, большое количество фото выходит, то однозначно выводятся как раз вот эти элементы, и вот это просто нужно, то есть на каждые, там, пол-литра фото одна капсула, балеона, она просто должна быть, сейчас у нас в основном, конечно, покупают ее, те люди, которые в тренажерный зал ходят. Ну, просто видишь, еще большинство не знает вот эту как раз константу, да, постоянца, ПАЖ крови, которую мы проходили вчера, 7,43, 7,45, и если это ПАЖ сдвигается в кислую сторону, она сдвигается все время, стрессанули, сдвинулась, Кока-Колу попили, сдвинулась, да, ну, все время, воду попили не ту, как говорится, кислую, да, закисленная бывает же, она тоже разная, течет в разных регионах, да, ПАЖ сдвигается, и организм постоянно подтягивает вот эти четыре минерала из наших тканей, если мы не даем снаружи, почему кто-то любит солененькое, да, кого-то тянет на пивко вечерком, да, с солененькой рыбкой, это как раз нехватка через соль получения натрия, да, того же, то есть это нехватка, и организм пытается разными моментами вот этот ПАЖ внутренней крови вывести обратно в константу, да, потому что иначе смерть, 6,8 там до кома, 6,5 смерть уже наступает. Ну, вообще, когда к холодильнику идем, на самом деле, мы вот, бывает такое, открываешь холодильник, да, и смотришь в него тупо, не знаешь что, то есть организм не может нам сказать точно, что у меня нету магния, калия, или еще что-то, и он заставляет вас идти в холодильник, ну и хоть что-то, вдруг вы угадаете, и возьмете именно то, что нужно, и он успокоится, если вы не угадали, вы через 20 минут опять пойдете, и вот особенно сейчас в период самоизоляции, вот это переедание, это как раз связано с тем, что у вас недостаток того или иного микромакроэлемента, если вы будете сознательно наполнять организм нужными всеми, которые необходимы человеку макромикроэлементами, в холодильник не пойдете, ну то есть в холодильник нас гонят две вещи, отсутствие тех или иных микромакроэлементов и паразиты, которые лямблии любят, сладкое там, ну и так далее, и вот все, когда вы там хотите что-то скушать, булочку на ночь, конфетку, то есть это не вы, это мама лямблия, она, ей деток надо кормить, она может жить только в сладкой и вязкой желчи, в горькой и жидкой желчи лямблии живут, и соответственно она вас гонит туда, чтобы вы съели конфетку и ей было сладко и вязко, понимаете, чтобы ей там вылуплять своих детенышей, то есть это это неестественно для человека, есть рафинированные продукты, сахар, выпечку и сладко, это ненормально, то есть в большом количестве это да, если особенно тяга в большом количестве, нужно задуматься, а кто, вот у нас как раз вчера была паразита, да, а кто это хочет вообще, вы ли это хотите или это вот как раз, слушай, мама лямблия, как интересно, буду так говорить. Ну да, потому что, понимаете, у нас вот ко мне приходят, многие говорят, ну вот вам хорошо, мне хорошо, значит, вы вот не поправляетесь, да, вам хорошо, ну что значит мне хорошо, у меня по женской линии в родне все были за 100 килограмм, все абсолютно, женщины за 100 килограмм, 100-120, и мне как бы не очень хорошо, то есть если я буду, не буду думать головой, да, то у меня тоже тут я не влезу вот сюда, поэтому, конечно, в любом случае нужно понимать, что наше переедание, это прежде всего, это стресс, однозначно, да, и плюс вот эта вот нехватка необходимых микро-макроэлементов, поэтому мой день состоит не потому, что там, да, я болею, слава богу, ничем я не болею, то есть я принимаю воду, нашу альфу, вот там такие сухие пакетики, саше, да, это витамин С, вот, и вода Х, это щелочная вода, вот то, о чем Лена говорила, это витамин группы Д, вот, соответственно, это Д3, это витамин С, болеон, это у нас вот те микроэлементы, которые Лена вот сейчас говорила вам, есть у нас еще препарат, где нет натрия, потому что есть, ну, еще возрастная категория, в которой натрий нельзя уже, это мочевая кислота скапливается с возрастом, поэтому уже натрий нельзя, но здесь зато забавлен цинк, необходимый всем сейчас, особенно, да, в период пандемии для поддержания собственного иммунитета, вот, и есть еще, вот тоже сегодня затронули тему по поводу гаджетов, и, ну, любая, любые токсины, из гаджета это излучение, а вообще сколько у нас токсинов, чем мы дышим, вы не представляете, что сейчас творится в Новосибирске, у нас 25 градусов жары, при том, Лена помнит, наверное, какая весной пылюка у нас стоит, потому что до субботника, вот до 22 апреля у нас город просто жутко грязный, сейчас вот эти клубы дыма, вот так они, вот так, да, вместе с коронавирусом летают, дышать нечем, жарко, и мы этим дышим, то есть мы хватаем столько всякой бяки, и у нас есть вот такой сорбент замечательный, который, единственный сорбент циолитный, который не вредный, то есть он полезный, и он как раз тоже в составе своего содержит натрий, калий, магний и кальций, то есть он забирает вредные вещества, отдает полезные, представляете, его можно, ну, любые другие сорбенты нельзя употреблять долго, и после них обязательно нужны бифидобактерии, потому что выносят все микрофлоры. Да, если 5-го поколения, есть 5-го поколения, забыла, господи, название вылетело, но и то там, да, недолго все равно прописывают, энтеросгель особенно, прямо, друзья, выносят микрофлору, просто, ламп, да, это бесполезно, это бесполезно, вы потом будете восстанавливаться очень долго, а клеосорб, это с одной стороны, как скорая помощь, ну, мало ли, что-то съели, отравились, да, ну, или Новый год, алкоголь, тоже, тоже очень хорошо работает, но при этом его можно вот сейчас принимать, в то время, когда вы, в принципе, опасаетесь, что вы, ну, где-то чего-то надышались, то есть какая-то токсика пошла, вот сорбенты, плюс еще все вот эти, вам необходимые, тут выяснилось, элементы, ну, всем на самом деле необходимые, они здесь тоже есть, то есть он заберет тяжелые металлы, заберет всякие там вредные вещества, отдаст полезные, спокойно выйдет, его можно принимать вообще все время. Я думаю, Светлана, вот здесь как раз пишут, можно ли купить в России, то есть только в России продается, вот скажешь сейчас, где у вас есть представительство, и название зеркальное, Светлана, здесь смотрите, я думаю, что будет сфотографировать и выслать, я периодически, вот я сейчас, Клиасор, кстати, он у меня оказался с похода, я сейчас перебирала аптечку, готовлю аптечку заново на поход, не знаю, какая будет группа, сейчас в связи с последними событиями, конечно, и смотрю Клиасор, и как раз у нас еще идет лимфодренажка, как раз, мы занимаемся лимфодренажной еще очищением, и там вот в, ну скажем, в шагах, вот этих вот, применяем какой-то сорбент утром, вот после лимфостимулятора, применение через час какого-то сорбента, я смотрю Клиасор, и ты знаешь, вот тут я прямо до конца, вчитавшись вообще в него, я думаю, господи, так это же, то есть везде, что бы сейчас не прочитаешь, будет схема такая, следующая, да, то есть ты выпиваешь утром лимфостимулятор какой-либо, затем применяешь сорбент, и днем обязательно употребляешь микро-макроэлементы, особенно которые вот натрий, калий, да, магний, потому что они чуть-чуть, но все-таки при лимфодренаже вымываются, а здесь ты, получается, можешь его пить и не применять микро-макроэлементы, потому что они, он забирает токсины, отдает вот ионы как раз этих элементов, которые необходимы, это просто у меня прямо мозг, я когда это вот вникла, я думаю, то есть других таких я сорбентов не знаю на самом деле, то есть есть пятого поколения, которые не выносят микрофлору, но вот это и не выносит, и адсорбирует токсины, и плюс еще выдает те элементы, которые необходимы для вас. И для того же этого у него в показаниях есть нормализация обмена веществ, это как раз за счет того, что он убирает все токсины, то есть то, что тоже вас отравляет, и тоже вас заставляет, ваше поведение меняет, по большому счету, потому что вы, ну вот если, понятно, все осознанные, осознанные, но если вот у кого было отравление любое, алкогольное, например, а не просто чем-то, вы же понимаете, что уже вы это не вы, это очень тяжело, и вот нарушаются все поведенческие привычки, начинается потом заедание вот этого отравления, что-то бы съесть потом, вот, поэтому нормализация обмена веществ именно за счет того, что там как раз есть вот натрий, калий, магний, кальций, то есть полезные вещества, которые вас и остановят потом вот от этих вот, открыл холодильник, что-то там посмотрел, закрыл, через пять минут опять открыл, вот многие жалуются, сейчас девчонки очень много, да и мальчишки, все равно же все надеются, что нас выпустят, лето же вблизится, да, весну пропустили, и все, вот как похудеть, потому что на Еле на самоизоляции, это мама дорогая, я сейчас тут всем рекомендую, то есть каждый день запрос, я уже даже сделала шаблоны, потому что я замучилась уже писать все каждому, что ребята нужно себя вот восстановить изнутри, восстановляй камни сразу, восстановить организм какими-то вот веществами полезными, чтобы вы вот без конца не открывали, не закрывали этот несчастный холодильник, противопаразитарная программа, если говорить о микромакроэлементе. Да, противопаразитарная, вчера у нас как раз была вечерняя посиделка про паразитов, посидели вы так, что есть вот у вас интересного? У нас есть препарат 2, препарат чисто паразитарный, это биосинол, это карасин, это биосинол, и препарат квинта, здесь у нас расторопша, ой нет, тут нет расторопша, тут пижма, тубанчик, осина, и тащилистник, то есть много именно паразитарных, противопаразитарных трав, квинта называется препарат, они немножко разнонаправленные, но в принципе с учетом того, что диагностика паразитарная, она практически отсутствует, то есть чтобы поймать паразита, надо с ним встретиться лицом к лицу, сказать здравствуй, как тебя зовут, потому что все остальные, вот эти по крови, по калу, тем более это полная ерунда, это невозможно поймать, ну то есть если он прям не выползет и не посмотрит на врача, не уставится на него, тогда только вот его можно признать, поэтому так как у наших препаратов нет побочных эффектов, это не химия, это то же самое, что вам бабушка бы насобирала травку, да, и вы бы принимали правильно собранную, высушенную, ну все было бы хорошо, но при том вы бы принимали эту травку много месяцев, потому что ну травка это долго, это классно, но это долго, а капсулах, конечно, это быстрее намного происходит, ну то есть курс, по сути курсовая доза, это месяц, единственное, что обязательно нужно понимать, что если уже паразиты взрослые, они отложили цисты, то эти цисты вылупятся, и вот когда взрослая у вас погибнет быстро, а потом через какое-то время у всех разные цисты вылупятся, да, мы проходили как раз, и поэтому месяц, это прямо я рекомендую весна-осень делать вот в качестве профилактики, но именно месяц, ну а если вы тем более узнали, что уже есть такие товарищи, можно повторить еще раз, потому что они вылупятся, они все равно, да, но что значит есть, значит, если есть аллергия, кашель не поймешь откуда, и какие-то высыпания кожные, то можете даже не ходить туда, просто попейте и все, и все будет хорошо, ну и достаточное количество жидкости, и у нас еще есть препарат гиполанг, это облепиха и расторопша, вообще мы его позиционируем как противо, от гастритов, да, потому что очень хорошо уходят даже эрозивные гастриты, потому что там облепишка, которая тоже вот иммобилизована, и очень хорошо работает, но там еще расторопша, и поэтому очень здорово работает на печени, и еще с ней, это же протектор, да, это же расторопша, это прямо впереди планеты всей, да, и противопаразитарка тоже, и соответственно здесь, еще на нем хорошо худеют, вот особенно те, у кого именно вот много, излишний, ну такой вес уже такой, ну жир уже, да, вот жир вот прямо на этом препарате шикарно уходит, а на Эль-Рене, вот, который я говорила, что здесь вот уже микромакроэлементы все те же, и плюс цинк еще, да, нет натрия, но есть цинк зато, вот на нем уходит отечность, шикарно уходит вода на нем, просто вообще, то есть лимфодренаж на него, льет, и на нем уходит отечность, а что такое лишняя вода, скопившаяся в организме, лишняя вода через трое суток, она превратится в жир, то есть, вот вы хоть что делаете, но если вы каждый день отекаете, вы будете набирать вес, но если вы один раз отекли там, ну мало ли, что-то не то, выпили, съели там, рыбы наелись соленые, или не выспались один раз, это не страшно, но если вы из раза в день, вы отекаете, то вы однозначно наберете, и все, вообще вариантов нет, поэтому вот лимфодренаж на нем уходит здорово, отеки прям шикарно будут, вот такие вот у нас препараты, которые у нас вот именно противопаразитарные, с арбентой, плюс насыщение микро-макроэлементами, плюс водичка с витаминами, то есть это прям такой комплекс, вот если бы меня Лена не столкнула в эту сторону, я бы даже вот так их не объединяла никогда, потому что они у нас, ну как бы каждая адресная... Я вот приеду, надо реально, я мимо Новосибирска буду проезжать, вот я все-таки почему-то увидела у вас в офисе сделать вот такую лекцию, которая объединит, ну даже вот для твоих сотрудников, потому что на самом деле собрать вот эти комплексы и понять, когда у человека та или иная, то есть как ты можешь этими комплексами, что ты делаешь, да, то есть уже понимание, это давай сделаем. Катя, а где у вас, в каких странах вот еще есть представительство помимо Российской Федерации? Ну, смотрите... Ну, сейчас вообще так прямо сложно, да? Сейчас очень сложно, но в наличии препарата есть в Казахстане, в Украине, как это неудивительно, да, не удивляйтесь, но наши препараты в Украине есть. Есть в Казахстане, есть... Ну, сейчас не знаю как, но у нас очень много клиентов в европейских странах, и мы туда отправляем достаточно много препаратов в Европу, но сейчас вы сами понимаете, это непонятно что. Ну, вообще говоря, откроют границы, в любом случае для коммерческих грузов или для частных, они будут открыты. Поэтому доставка будет. У нас даже есть интернет-магазин, который работает только на страны Евросоюза. Можно будет заказать. Это на сайте, да, можно? Ну, вообще заказать можно на сайте и куда-то, например, отправить. Это можно будет. Сейчас, ну, сейчас просто ситуация такая, какая-какая она. Слабо, сейчас ситуация непонятная. А вот, конечно, проблем везде отправляли. У нас и в Америке, и, я не знаю, у нас есть в Конго клиенты. У нас есть и в Бразилии, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и по всей Европе у нас везде есть. В Украине, да, есть в наличии. Вы просто можете мне написать, я вам дам адрес, и там все это есть. Да, и вот смотри, у нас получается, в группу Телеграм я тебя включила. Очень бы хотелось тогда, чтобы ты сделала фотографии, да, и выслала, ну, буду признательна, я понимаю, что ты просто вот, ну, у тебя столько работы, столько сейчас у вас завод просто в три смены работает, ты мне говорила, да, и тут я... И тут я, да, все время. Я очень благодарна тебе, что ты уделяешь время, вот всегда идешь на встречу, и если пропишешь, вот как раз, что нам необходимо в нашей ситуации, с которой мы сейчас идем ребятами, спецкурс вот этот, да, где у нас лимфодренажка с константой, то есть нам необходимо вот это, болеон, да, о чем ты говорила, возрастная, да, с сынком, это щелочная вода, это витамин С, потому что сейчас, ну, вообще-то цены взлетели, у нас уже лимоны столько стоят, это какой-то крындец, шиповника в аптеке не найдешь, это паразитарка, у нас 150 рублей литр шиповника, вообще на каждом луку продается без проблем. Ну, вообще, обожаю Новосибирск, скоро, надеюсь, буду у вас, это нам нужна, конечно, паразитарка, паразитарные вот эти препараты, да, повтори, особенно которые комплексные, вот с пижмой, осина, осина вообще очень мощное дерево по паразитарно, у нее много комплексный такой подход по многим видам, ну, скажем так, вот этих всех товарищей, и обязательно печень, вот печень поддерживать нужно, и то, что ты сказала, расторопша, потому что я расторопша в последнее время и думай, и думай, и думай, и тут ты поднимаешь, я же до конца-то ваш еще каталог не просмотрела, Екатерина, хоть ты мне его и выдала, а я вот, видишь, в походе что-то возьму, которое основное, да, для меня, там, жетон, клиосорб, да, балеон и вперед, и тут вот ты говоришь расторопша, прям просто подняла, пожалуй, это уже лично для меня там, да, потому что, ну, восстановление печени я всегда рекомендую, если особенно мощную паразитарку проходите сейчас, да, если нашли уже товарищи, и вы еще прохимичились, ну, то есть какими-то медицинскими, да, лекарственными формами, обязательно включайте потом бифидо, у вас же есть еще бифидобактерии, кстати. Да, давайте я два слова скажу, потому что времени уже мало остается. Бифизим – это бифидобактерии, то есть если уже у вас что-то есть, какие-то особенности, проблемы, то есть если вы вообще знаете, где у вас находится кишечник, то это вам нужно обязательно бифизим, то есть в норме человек не должен ощущать ничего, поел, не поел, голодный, что-то не то съел, он не должен этого ощущать. И бифизим – это бифидобактерии, которые еще плюс наш кишечник – это иммунитет, да, поэтому он должен быть в порядке. Очень быстро, буквально с одной-двух капсул, с одного на второй день вы уже почувствуете разницу, особенно у кого были большие проблемы. Естественно, понятно, что если более-менее в среднем ничего, то все равно будет эффект в любом случае. И еще… Екатерина, вопрос, да, по бифизиму тогда. Ну, обычно рекомендуют, ну, из-за того, что очень сложно заселить бифидолактобактериями кишечник, ну, у кого есть такая проблема, знают просто, годами люди не могут восстановить микрофлору, единожды когда-то там или антибиотиками, или еще чем-то оттуда ее выносит, да. Вот синдром раздраженного кишечника или дрявого кишечника практически уже, ну, к 80% населения Земля можно применить. Рекомендую там 3 месяца как минимум заселять, ну, потому что очень сложно, на самом деле, вернуть те 3 килограмма бифидолактобактерий, которые у нас вот в толстом кишечнике находятся, да, в большей части. Сколько у вас нанотехнологии, ну, то есть у вас технологии определенные, да, то есть вот этот патент на вот эту форму. Как долго по времени нужно пить вот этот бифизим? Ну, вообще мы рекомендуем принимать 7 дней его, 7 дней, и потом делать 7 дней, да. И потом вы сразу почувствуете разницу, эффект будет на следующий день. То есть эффект вы заметите не через 3 месяца, а через день, буквально вы почувствуете. Но если уже очень большие проблемы, то делайте перерыв дня 4, да, 4 дня перерыва и еще 7 дней. И так до того момента, ну, обычно, скажем так, вот 3 цикла, это хватает по 7 дней. Это хватает даже если очень проблемная история, очень проблемная. Можно, если совсем плохо, применять без перерыва. То есть ничего в этом страшного тоже нет. Просто обычно через 7 дней накопительные эффекты человек, может быть, в течение 7 дней не заметит, но в 4 дня перерыва он поймет, что все уже, все хорошо будет. И его можно принимать бессистемно. То есть если вы, допустим, начали уже, что-то проблемы вы начали принимать в 7 дней, но если вы просто почувствовали себя нехорошо, допустим, вы чувствуете вершение в горле, вы чувствуете, что какая-то любая недомогание, вы просто выпили 2 капсулы на ночь, пифизима, легли спать, утром встали без признаков вообще болезни. То есть если… Да, потому что лактобифидобактерии – это очень мощные, ну, для нас на самом деле, да, вот так к этому относятся. Потом, когда сталкиваются люди с дисбактериозом, понимают, что это такое. То есть 3 килограмма полезности, то есть в симбиоз вот они вступили с нами и благодарим, что они у нас тут есть, да. И если они уходят, на их место приходят другие, условно-патогенные, грибки, кандиду, которые потом хрен вытравишь там, да, и так далее. Да, это очень трудно, понимаете, и она очень даёт нехорошие последствия, а бифизим, видите, то есть когда вы, допустим, заболеваете, что как он работает, он просто помогает вашему иммунитету. И вот с той проблемой болезни, он словно там, ойровитом это или что-то, вы просто собственные силы мобилизуются, и к утру вы здоровы. То есть не нужны антибиотики, не нужны никакие, ну, мы не болеем, у меня вообще никто не ходит на больничный, потому что это неприлично считается уже, да. То есть мы просто приняли две капсулы на ночь, легли спать утром здоровы. Вот сейчас в условиях всех, ну, вообще весенний-осенний период, и с учётом того количества людей, с которыми мы общаемся, мы и сейчас работаем. Мы же как фармфабрика и аптека, поэтому мы работаем. И очень много людей всё равно приходит, и на улицы, и всё. И, в общем-то, вот каждый день, ну, каждый через день ты приходишь, чувствуешь всё равно какая-то вот эта пылюка, да, недомогание. Выпил утром, встал здоровым. И всё, и никаких проблем нету. И ты знаешь, что ты не делаешь. Да, потому что бифидолактобактерии, такой курс, ну, здорово. А расскажи ещё, вот кто первый, да, вот раз у нас сейчас при эфире, да, на эфире, та группа-то у меня слушала, ребята, кто был, тромбовозим. Томбовозим, то есть вот сейчас, что вот это актуально, ну, многие переживают ситуации, да, по коронавирусу. Ну, понятно, что он существует, но осложнения, как и при любом штамме гриппа, да, идут осложнения, и, ну, летальные исходы какие-то печальные, именно из-за пневмонии, да, и невыдерживания сердечно-сосудистого аппарата. То есть, ну, это осложнения на сердце идут и на пневмонии, купирование, то есть человек не может дышать, то есть тромбообразование. И вот тромболитик, единственный в мире пероральный тромболитик, без всяких побочных эффектов, тоже покажи, расскажи о нём. Это ему 14, дали 12 лет. 12 летом уже, да. Значит, тромбовозим – это пероральный тромболитик, да, единственный в мире, на самом деле аналогов ему нету. Он сейчас должен быть просто в каждом доме, потому что у нас уже, у наших дистрибьюторов в Москве уже случился коронавирус, то есть уже у нас есть результат. Одной даме 65, другой там 67, у нас ещё есть там мужчина один тоже, ему вообще 79 лет, и они все переболели в лёгкой форме. То есть они на фоне вот наших препаратов, то, что я говорила, да, вот у нас есть противоречный комплекс, там с чагой у нас препараты есть, то есть потом я вам там пропишу уже в группе, да, потому что сейчас уже времени нету, панмелан как раз препараты с чагой. Они их принимали в качестве профилактики, когда заболели, они дозы усилили, и когда диагностировался уже коронавирус, они начали принимать тромбовозим. И врач приходил и удивлялся, что лёгкие, то есть лёгкие, чистые, так ничего не прошло и не дошло. И в принципе уже все здоровы, все три человека, которые уже заболели, они все уже поправились, уже отрицательные тесты пришли, всё хорошо, их не возили в больницу, никаких аппаратов ИВЛ, ничего этого не случилось. При этом, заметьте, возраст плюс астма, плюс сердечно-сосудистые патологии, и плюс у мужчин стентирование или шунтирование, что-то такое, ну то есть совсем всё дело плохо. То есть всё, что только можно, все группы риска, какие можно, они тут были. И люди поправились, они здоровы, и всё у них замечательно. То есть у нас уже есть собственный опыт борьбы с коронавирусом, причём как профилактика, так и течение болезни облегчённое, плюс вот тромбовозим. Томбовозима на сайте нет, тромбовозим лекарственный препарат, поэтому пишите мне в личку, мы вам просто его отправим из нашей аптеки, из Новосибирской, потому что так он продаётся в аптеках, ну просто в аптеках, мы же производители, в аптеках он стоит уже в 4 тысячам и выше, а у нас есть для вас спеццена на него для олениных клиентов 2,5 тысячи рублей против 4. Я, кстати, получила тоже. У меня уже лежит коробочка НЗ, я получила. Да, он лежит НЗ, его можно начинать принимать сейчас, вот пока уже, ну так сказать, чем он хорош, что даже если ничего не случится, дай бог, ничего и не случится, да, когда что-то есть, знаешь, что всё есть, то ничего и не случится. Его можно просто профилактически пропить для того, чтобы почистить своё сосудо, потому что в любом случае что-то там есть, ну какие-то микротромлики и так далее. Мы напрягаемся, без побочки, его можно принимать без назначения врача совершенно тогда, когда вы решили, что что-то везде полезли, там синяя веночка увидели, вот такую маленькую, выпили, ничего не будет. То есть и варикоз он убирает, и сердечный, и профилактика инфарктов, инстультов, в общем, ну, вагон всего полезного в нём есть. Здорово. Екатерина, спасибо тебе большое, да, вот мы как-то за час не успели, и обзор такой, ну потому что много уже, правда, прошли с группой, кто-то у нас ещё запоздала, там на неделю опаздывает, идёт, всё в записи, но вот я почему решила тебя включить. Давайте перебивайте вопросы, можете, даже если сейчас вот вы прям что-то недопоняли, недослышали, можете писать, без проблем я отвечу, и сейчас отвечу, и завтра, и буду уже в группе мониторить просто ваши вопросы, но если что, Лен, не увлежу, ты меня это, постучи меня. То есть вот Кате прямо в группе в Телеграм, вы можете прописывать сейчас вопросы, перчатки вот эти, кстати, да, у меня уже стоят. У нас одна минута остаётся, смотрите, гелевые перчатки, вот, такой вот, клефи они называются, гелевые перчатки, наносится гель просто на руки, а высыхает, и так вот такая плёночка тонкая, это, он не убивает коронавирус, наверное, мы не знаем, мы не могли ещё исследовать, что вектор занят, но он защищает ваши руки от агрессивного воздействия антисептиков, и если вы не читали, то сегодня вышло так ясно, что хлоргексидин доказанно не действует на коронавирус, доказанно, поэтому не пытайтесь вот этим всем наобмазаться, забудьте хлоргексидином, да, забудьте об этом, то есть лучше мойте руки с мылом, в крайнем случае 70-градусным спиртом нужно обрабатывать поверхности руки, не надо хлоргексидин, но когда вы защищаете руки перчатками, то у вас руки остаются целыми и соответственно тоже инфекция туда бактерии ничего не попадет, и вы моете уже сверху по гелю руки, да, и соответственно кожа защищена, липидный слой остается целый, защита ваша остается целой, это мы сделали, а представьте, казалось, что у нас год уже лежит, год уже эта рецептура лежит, а мы даже и зачем мы его сделали, неизвестно, ну это не вот для этого, да, как раз, тем более, что там содержится чага, да, вот чага, она обладает различными противогребками, там чага, который Дена Клаб, Дене Клаб она называется, Дене Клаб, да, Екатерина есть в общем телеграме, пишите туда, вопросы прямо задавайте, Екатерина вам все ответит, расскажет, она специалист, я говорю, я до сих пор там вот, узнаю какие-то вещи вот прямо в прямых эфирах, каждый раз, особенно расторопши с облепихой, спасибо, потому что я вот думала, так уже пойду в аптеку, куплю расторопши, потому что сейчас у меня заканчивается как раз противопаразитарный с лимфодренажом, и надо уже печень поддержать в конце, я уже думала расторопши последние два дня, и вот ты говоришь расторопши, да? Ну, у нас есть препарат, который называется Диная Карма, который вообще токсический, алкогольные циррозы печень вытаскивает, так что, в общем, помимо расторопши, так что приходите на пространство, да? Название-то какое? Карма. Вы там оригинальничаете, всё, я поняла. Да, у нас с названиями в этом смысле, да, мы прям такие, нам хорошо с названиями. Молодцы. Катюша, ну, спасибо тебе большое, спасибо за эфир, спасибо, что уделила, у тебя уже час времени, час ночи, отпускаем тебе завтра рабочий день, никто не отменял, ну, и на связи, то есть, я контакты... Звоните, да, главное поймите одно, что всё безвредно, всё российского производства, всё своё родное, из Сибири с любовью, поэтому всех люблю, спокойной ночи, да, всем спокойной ночи, у меня уже сонная совершенно собака, которая спит и не понимает, почему мы должны не спать, что такое вообще. Ну, всё, осталось для нас, да, буквально. Всё, пока-пока, обнимаю, ну, друзья, эфир также будет сохранён на канале YouTube, и Катерина у нас в общем чате Telegram, задавайте ей вопросы, всё, пока-пока, спасибо.